Там, видеокарта сгорела, ребят, я даже не знаю, что будете видеть на записи, но всё, это смерть видеокарт. Гейнас! У разрабов какой-то фетиш на то, чтобы лепить на лбы героям хер, я не понимаю. Тебе пиздец. Да что, будь добр, сдохни уже. 10-15 сюжета, я сижу час-полтора, дрочу. Здравия желаю, бьющие орлы! Сегодня с вами Евген Солдат, и я отдаю приказ разъебать кнопку лайка и подписку, если вы не подписаны, ну мало ли. Возможно, это последняя серия, я на данный момент не знаю, монтаж нас рассудит. Слушай, я хотел взять задание Гейнаса, потому что он там показывает жизнь с сайтом, но какого-то хрена его взять нельзя, слушай, что за пиздец. Так, ну что, Гейнас проснулся, всё, миссия с Гейнасом, которая будет включать в себя сайт там, он обычно включает, судя по последним думам. На начало купим еды на обед, что же касается мью, а, мы будем готовить еду, наконец-то, вот это дело хорошее. Морепродукты для супа, овощи, источник клетчатки, ну и белки сбалансированные. Да, кстати, да, я согласен, вот рыба, овощи, это топ, топ сочетание. Вот я когда питался этим даже пару дней, почувствовал, что я превращаюсь из человека в зверя, в хорошем смысле. Всегда смотри на цены, если увидишь что-то со скидкой, хватай быстрее. То, что мы усвоили от сайта мы и от Евгена. Идёшь в ленту, видишь пиво со скидкой, хватай быстрее, больше не будет. Бери больше, трать меньше, это принцип пригодится и в бою. Максимум мощи при нью-емом движении, в этом суть стиля моего учителя. Кстати, да, да, сайтом по 5 сайтом умён. М-м-м, а, это, наверное, он и есть. А, нет. Поговорим, можно я уже нападу? Ты похож на рыбу Бонита, это отличный источник белка. Эй, ты меня что, только что похвалил? Нет, чудовище, это не еда. Ну вот, теперь он обзывается. Слушай, у меня что-то в носу. Я на этом не остановлюсь, я зажаю тебя на гриле целиком. Блин, что-то фиолетовую рыбу есть, я даже не знаю. Фиолетовый у меня не ассоциируется со здоровым цветом. Цветом. Баклажаны я тоже не люблю. Гейнос! Как же он заебал, а? Если можешь просто вломить этой рыбе, это просто форель какая-то, блин. Это какая-то китайская форель, блин. Уханская форель, коронавирус. Давай, давай испепеляющую хуйню включай. Потому что она не включилась, да? Ну, гейнос-лог настоящий. Играю за лоха. А, Евген, ты не умеешь играть, да? Не знаю, когда я включаю камеру, я стесняться начинаю. То есть, когда я понимаю, что это попадет в видео, я такой... Нет, я буду плавать, я должен играть хорошо. Хорошо, что всем понравилось. Привет! А что, был нормальный бой. Поджарка завершена. Так, будем есть чудовище? Или он что-то другое, мил в виду? Нет, СПС чел. Я бы не стал есть чудовище. Вернемся к покупкам, идем в супермаркет. Так, что он говорил, что он его зажарит? Я не понял, это шутки были? Если шутки, то они смешные. Понимаете, что шутка смешная? Но я шутить так, конечно, не буду. Надеюсь, не на полотенце с каким-нибудь. Просто лет-то они охренели. Они тебе дают скидочные карты, а там скидка на какое-нибудь там, типа, полотенце. Или скидка на подгузники. И ты такой, блядь. На хрена скидочные карты? Мне не нужны эти вещи. Эй, вы двое, вы что там напокупали? Надеюсь, не морских гадов. А ну, покажите. А, ясно. То есть он беспокоится, что мы купили ворусникам. Посмотрите, как это тупо. То есть они взяли зеленого монстра, с хуем на лбу, прикрутили мы осьминога. И такие, новый монстр готов. Осьминог, значит, в море сегодня специальная акция на придурков? Ненавижу специальная акция. Это истина для морских созданий. Нас ловят, убивают и продают задешево. Ты кое-что забыл. Что? Потом их отправляют на сковородку. Ха-ха-ха. Гейдос. Ну ты шутишь? Так смешно. Я не могу. Такой веселый киборг. Слушай. На самом деле, нифига не смешно. Это был сарказм. Как же тяжело в мире супергероев купить продукты. Вы не представляете. Меняем друголька. Ну, хоть эти удары проходят. Еще, еще, еще. Больше, больше. Девять ударов-то не все. А вот теперь это все. Я научился хорошо играть в эту игру, Орлы. Я ничего про себя плохого сказать не хочу или хорошего. Но я молодец. Бои стали красивые. Когда ты красиво играешь, бои стали сказать. Как Far Cry, когда ты всем хэдшоты ставишь. Так. И... О, лежит. Ну ладно. Блюд готово. Я тоже рад, что вы в порядке. Неожиданная проблема, конечно. В бою мы снесли все магазинчики. Так, отличная еда. Давай его съедим. Ну, а почему бы и нет? Это же чудовище. А чудовище... Я чудовища не ем. Только что закончилась распродажа, на которой мы собирались успеть. В соседнем городке есть еще магазин. Там распродажа еще не закончилась. Может успеем туда? Быстрее, Виталий Минеевич. Учитель ждет, что мы принесем пищу. Ну да, ребят, без скидки не покупаем. О, это же сайтовая. Кстати, кажется, у нас рыба бани-то закончилась. Мысли с сайтом. Вижу монстра и думаю, блин, за продуктами, что это сказать. Знаешь, когда видишь блевотину у себя в лифте, как я сегодня. Думаешь, блин. Что-то красненькое. Кетчуп, что ли, купить? И сейчас, наверное, будет еще одна миссия за Геннесса. Да, осталось минимум одна, если не две миссии. Так как за него... За Геннесса миссий много. Черт. Водяных добрался с побережья. До жилых районов. Он крушит все на своем пути. Я думал, они из космоса, это водяные. Эвакуация гражданского населения почти завершена. Уровень угрозы волчара. Уровень угрозы Стас Борецкий, нужно говорить, если волк. Необходимо немедленно найти и обезвредить противника. Ясно, сейчас сайт там и выйдет. Я уверен, по-моему, это и есть финал с сайтами. Но я могу ошибаться, орлыки. И я не уверен, даже есть ли у игры финал как таковой, в принципе. Но мы его найдем. Мы дойдем до титров. Люди, не молите мне, если хотите сохранить свои жалкие жизни. Так я уже бил эту рыбу-хуюбу. Я не помню, как ее зовут. Я посланник из морских глубин. У этого хуй на лбу. Я не знаю. У разрабов какой-то фетиш на то, чтобы лепить на лбы героям хер. Я не понимаю. А дайте сушу нам во власть. А затем жалкие людишки, станьте копром для... А вы? А-а-а. Те что, 54 года? Значит, сожрем тебя первым блюдом. Вообще у нее голос не такой. Он должен говорить, сожрем тебя первым блюдом. А-а-а. Записываю это, кстати, прямо перед стрим-марафоном. Кто там был, ставит лайк моментально. Ну что, Орлы, вы готовы? Интересно, а сайтом он придет? Без сайтом? Просто понимаете, без сайтом все не то. Если что, я влюбил псионика. Я теперь тупо неуязвимая киска. Не, ну ладно, в ближнем бою я, конечно, крайне уязвим. Ну, не сильно, но так, есть так. Ой, это штурбочист. Ловкий ублюдок, держать удар умеешь. Эй, человек, ты нос-то не задирай. Весь твой фан-клуб разбежался. Тебе тех точно не поможет. Это какая-то фан-вечеринка людей из Владивостока. Вы все умрете прямо здесь. Почему из Владивостока? Потому что, типа, ну, там рыбу много, там, всякие эти крабы Владивостокские. И я! Пой бамбуковый росток! Чувак, ты спрячешь свой бамбуковый росток куда-нибудь о том, понимаешь? Достал его ты, стыдно мне. Получилось! Получилось! Я нереально крут! В одиночку завалил целую толпу чудес. Это был уровень угрозы бог! Чувак, обернись, обернись. Сзади король, король рептилоид. Тебе пиздец. Ты знаешь, что не совсем не нравишься. Так что, будь добр, сдохни уже. О, мне звонят. Здравствуйте, кто? Приветствую еще раз. Если коротко, нам пизда. Чудесча из морских глумен вернулась и приняла срочет побережье. Уровень угрозы Тихар. Низкому уровню героя там делать нечего. Ясно, Тигрик. Уровень угрозы Тигруля. Несколько героев класса уже отправились туда, но врагов слишком много. Будет нелегко. Пожалуйста, помогите. Чудесча из морских глумен недавно опавшим на побережье вернулась. На этот раз с поддержкой. Ты павшим прежним успехом? С задачей вы справитесь. И весьма успешно. Спасибо, что согласились принять за это дело. Я вообще ничего не соглашал, но... Есть ли у меня выбор, да? Кстати, с этими руками мой перс, конечно, менее сексуальный. Я не переодевал его уже очень давно, но... Мы хотели бы поделиться результатами исследования опасной зоны в городе Зе, где стало часто появляться опасное чудовище. В центре города не найдено ничего угрожающего, но в необитаемой опасной зоне нужна осторожность. Герои, ведущие расследование, столкнулись там с очень опасным монстром, одреть его они не смогли и оказались в больнице с серьезными ранениями. Хотя герои остались живы, чудовище пропало бесследно. Скорее всего, оно прячется в нежилых кварталах города. Герои, которые послали на подмогу, до сих пор не сумели отыскать чудовище. Поэтому мы призываем всех смельчаков, которые снятся в опасную зону, проявить особую бдительность. По-моему, в аниме там с сайтом он просто пошел в опасную зону за скидками или типа супермаркет искал. Котики скучают по сайтам. Ля, король рыба. Вы посмотрите, еще больше солдат на одного меня. О, это же... Это же Гома Гомазек. Так, похоже, его силы сейчас рванет наружу. Ой-ой-ой. Соник, детка, отойди в сторону. Что с ним делает Соник? Милашка жала, класса 11 место. Я любил этого парня. А ты его искалечил. Меня Гейнос обошел, так что я тебе 17-й, сам внизу списка. Но я по-прежнему в классе С. Я хотя шершня-то заломал, я покрепче буду. Превосходная гора мяса, приготовлю из тебя сочный стейк. А ну давай. Попробуй обычным кулаком. Ааа, не дозунь. Слушай, меня вот это бесит в игроках. А вот твои атаки, ты типа бьешь, но оно не долетает от жена. Но мы его не победим, ребят, это не Unreal. Только сайт моего возьмет. При всем желании, только сайт моего возьмет. Ну слушай, мы справились, мы продержались. Типа, ты меня задел. Чутка. Есть пробитие. Оу. Соник, беги! Бегите в Атлантический океан! Ты кто еще такой? Я морской владыка, управляю всеми морями и их обитателем. Ясно, царь Салтан. И его 34 богатыря. Теперь я еще и суши буду править, а ты осмелишься со мной сразиться? Думаешь, тебе хватит сил в одиночку править всей землей? Жалкий дурак, сидел бы лучше со своими братцами на своем дне морском. Царь Салтан и морское дно. Ну тогда я тебя убью. Типа, японская версия русской сказки. Прям с языка снял. Не стоило тебе так нос заделать. Кстати, а где тот, чтобы отпиздить этого молдака? Ашер, плюс теперь тебя уделать, хоть я и не герой. Посмотрим, справится с ним Соник. Так, здоровье врага стало ниже 90, окей. О, все! Твои удары для меня словно комаринный укус. Он трансформировался как покемон. Он быстрее, больше и сильнее. Но я все равно не проиграю! Лиза что-то говорит. Нет, не говорит. Ну ладно. Так, здоровье врага все еще должно стать ниже 90. Даже после его трансформации. Взрывной шурик из БЛ. Слушай, он вообще неприбиваемый. Я ему нанес вроде урона, вроде вообще нифига. А не, урон идет, но маленький. Маленький, 3 сантиметра урона. Хай, не повезло, чел, да? Слушай, у него такое эротичное. Он меня попу, по-моему, ударил, если я не ошибаюсь. Ааа, сделали его. Блин, мои приемы не срабатывают. Неужели мне и вправду его не одолеть? И в следующий раз. Тебе не жить. А, ну знаешь, ушел красиво, давай. Давай, че? Испарился, ну и ладно. Мелкую ребюшку. Приятно отпускать. Вот так говорит, как он перманентно как-то кончает. Итак, продолжим. Ну что тут можно сказать? Рыба меня одолела. Ну, вернее, я не участвовал в бою, но у других ребят она одолела. И теперь пошел жестко сюжет. Но это концовка первого сезона, точно. Вот с рыбы это 100%. Она, я помню, стоит вообще здоровым. И сайтом с одного удара его убьет. Или с двух, или с трех. Сейчас мы идем в поиски уцелевших водяных, которые появились в городе Джи. Несколько героев, которые бросили вызов этим чудищам, обнаружены бессоздаемые и отправлены в больничку. Призываем к осторожности всех, кто столкнется с водяным. Ну, ясно. Пора усмирить морепродукты. И заморозить их, и отправить их в холодильнике в ленту. Кстати, сфоткал зачем-то рыбу в ленте. Я просто там был такой, смотри... О, ры... Твою мать, не надо было фоткать рыбу в ленте. Она теперь мстит. Очередной сухопутный червяк. Нападай, если так уж надо. А я тебя прихлопну. Что я могу сказать? Ну, давай, давай, рыба. Давай, я тебя в танкер в ленте посажу. Будешь там плавать и рот открывать. Орлы, как вы думаете? Вот если бы мы могли слышать рыбу, о чем бы они нам рассказали? Давай они бы рассказали нам о том, что надо ставить лайки, подписываться на канал. Ты мне не нравишься, так что сдохни уже, а? Ну, в общем, давай. Ну, давай. Слушай, опять 90, да? Я должен 90 сделать. Пробитие было? Слушай, по-моему, я наез ноль урона. Так же мой мужской кофе хорош. Что-то я твоих ударов не чувствую. 7 или 90 урона. Я думаю, что, слушай, велосипедом будем как-нибудь побеждать. Ладно, силового удара за этого парня нет. Видели? Я его ударил, видели? Лови по велосипеду. Слушай, реально валит велосипед. Это жесть какая-то. Все-таки нет, перезагрузки меня угнетают, потому что, блин, хочу контент. Как вы мне все надоели. И грустная музыка. У меня против него нет ни шанса. Но я должен сражаться. Я последний! Я помню, как он ехал под дождем. Так, можно пауз поставить? Неважно, одержу я победу или нет. Я обязан с тобой сразиться. Я помню, как с Айтема там куда-то бежал. А, и Лихач Беслав под дождем ехал на велосипеде. Или типа того. У тебя получится! Держись, Лихач! Давай, побей этого урода! Ты наша последняя надежда! Тот мэн какой-то хлюпик должен спасти мир. Че ты там все лопочешь? Лучше б сдох давно! Кстати, на удивление, у этой штуки есть мимика лица. Ну вот у этой, которая прямо перед нами. Ой, он блеванул в меня, ребята! Это как у меня в лифте. Я просто вчера ехал в лифте, и у нас блевать-то было интересно, если она сегодня. Лови, Том! Я Ореон. Я кста это. У меня тут звезда Советского Союза. Бесполезно! Ууу, ну все, ребят. Игра окончена, жужелицы. Ты молодец. Хорошо сражался. Ладно, теперь я уделаю эту морскую живность. Разве он так сказал в аниме? Эй, ты! Я все слышу! Хочешь присоединиться к своему дружку? От мангалиному дружку? Вы, обезьяны красножопые, ничем друг от друга не отличаетесь. Тебя ждет страшная смерть! Ты умеешь смертью гризли! Так. Угу. Давайте подождем пока... Давайте принуждение... Ай! Я хотел сделать принуждение к правосудию, но ладно. Ну что тут можно сказать? Да, Орлы? Да, победа, все. Ууу, я теперь герой уровня А. За е... Супчик заесть хлебушком. Нет, Орлы, я не отказываюсь от мата. Это просто я для разнообразия так сказал. Ну посмотрим, что может теперь пойти не так. О, анимировать было лень. Что? Вы видели? Невероятно! Это еще кто? Что это было? Невероятно! Он нас всех сас! Сделал нам всем сас! Этот парень его одним ударом уложил! Одним ударом, всего одним! Мы спасены! Как так? Другие герои его едва поцарапали! Разве не из класса Си? Вот их сила! Мы живы! Эй! Ты как? Еще дышишь? Может, у тебя еще было не такое уж и сильное? Вон сколько героев не смогли с ним справиться! Чувак! Как? Как не сильно? Да они, видать, все задохлики! Может, и так. Сейчас, считаю, еще и правда кажется не таким уж страшным. Ясно! То есть, опять герой класс Си уложил его одним ударом! Значит, проигравшие герои реально дно! Ясно скатившиеся! Вас тут везде, мол, класс А, класс С или как там, но все это одно название! Эй, ты заднись ты! Они своей жизнью ради нас рисковали, кстати, что правда! Так рискнуть любой дурак сможет! Чтобы зваться героем, нужно победить! Ну так, сайтом и герой, ребят, давайте! Благотворим сайтом! Сегодня стольких героев вдруг повышибали! Как теперь на них надеяться? Монстрам задал жару! Даже у меня очки под текстуру ушли на руке! Ну, нас же все-таки спасли, и на том спасибо! Но если герой слабак, то чем он от нас отличается? Лучше бы они перестали изображать из себя героев! Если уж назвался героем, они должны реально людей спасать! Может тебе пора на розыгрыть? Ты чё? Чё ты на меня злеешься-то? Мы все платим налоги в Содружество Героев! А раз так, им лучше нас защищать! Вот и сегодня какой-то лысик, он просто победил, все разулил! А про остальные сдохли ни за что! Заткнись, я сказал! Остальные герои просто тянули время! Пока они появятся реальные герои, именно! И ничего героического не сделали, так ведь? А у меня глаз чешется! Мы остались живы, разве этого мало? Слушай, очень длинный диалог людей на улице! Да, точно! Герои правда сделали мало, или вообще ничего не сделали? Ну, нельзя же на них наезжать! А почему с этим порядком просто стоит? Ха-ха, вот ведь повезло! Ништяк! Какие герои порядком подрепали эту тварь? Набить эту морскую дрянь было несложно! Я только не сделал ничего, а все почести достаются мне! Здорово, что я припозднился, а? Эй, вы, войдите уже отсюда, расскажите всем, что тут было! Я уложил чудовище, вот эту вот махину! И плевать, как я это сделал! То вьякнешь-то заявился на все готовенькое, прибью, понятно? А? О чем-то он? Получается, москового гада здорово измотали? В смысле, он так говорит, но... Слушайте, все, Сайта, зря ты это сказал! Чудяще, и правда совсем ослабло, они здорово его ослабили! Все-таки с одного удара? Да как такое возможно? Погодите! Да это же Сайтама! А теперь по нему вы говорите, вот он смошенничал в городе Зе! Говорю же, что знаю эту рожу! То есть они опять скажут, что я смошенничал, как Столота, да? Что он мошенник? Ну точно ничего не доказано! Эй, я тоже про него слышу, он появился из ниоткуда и сразу взлетел на вершину в своем классе! Он лучший в своем классе! Странноват, конечно! Он вообще под конец появился, а рейтинги-то ему поднимут! Моложучий дождь с одного удара? Это по-любому круто! Генос, или хотя бы справа других героев, чуть-чуть еще почти добила! А сейчас Слава так запросто достанется вот этому парню? И как ему не стыдно только? Вдруг он все-таки не жульничал, что тогда? Эй, вы! Дойдите с меня ранеными, а! Они мне живыми нужны! Если все окочуются, кого мне использовать? Или он все-таки жульк? Слушай, он говорит, такие стрёмные вещи с сайтом, а заткнись! Верно, другие герои, вот он совершил настоящий подвиг! Они молодцы! Если бы и не стали драться, мы все были мертвы! О, наконец-то пошли в ставки из аниме! Да, мы должны благодарны быть этим героем от всего сердца! О, я жив! Ну да, а то как же! Как бы игра продолжалась! Но как я понимаю, все, мы прошли, мы закончили, типа! Или будет что-то еще! А видел в прохождении у какого-то чувака что-то еще? Значит, что-то еще будет! Так, и мы типа что, мы живы, что ли? Все, что-то, все закончилось! Содружество героев присвоило вам имя героя! Если это имя вам не нравится... А, ну понятно, да! Ну, 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 давай! Так, меня назвали почему-то Тэнк Топом! Конечно, изменить имя! Меня будут звать... Меня будут звать... Лизетта! Давайте назовемся Лизетта! Ну, просто в честь Лизы хочу назвать героя! Хоть герой нифига на нее не похож! Но герой будет зваться Лизетта! Морской владыка! Ну, победили владыку! Дальше что? Возле внезапного нападения водяных пидоров, повергших всех в панику, морской владыка, которого считали главарем, был побежден! И атаки прекратились! Самое странное, что победителем чудовища якобы стал герой класса Си! Что вызвал с одножеством разлада! Особенно не кстати сейчас, когда столь героев оказались вне игры! Ну, понятно! То есть, как всегда, сайт ему никто любить не будет! Спасибо вам за то, что одолели столько водяных! Нам также сообщили, что многое вы сделали для побед над чудовищем по прозвищу Морской владыка! Пылкий зэк обо мне хорошо отозвался! На удивление, потому что я женщина! А, я думал, только о мужчинах хорошо отзывается! Расследование было долгим, а бой тяжелым! Вы, наверное, утомились! Отдохните немного! Еще сообщение? Так, спасибо за все, что вы сделали! Повысьте уровень вклада до 26 тысяч! Ребят, да вы там Ёбу дали! Черт, сколько можно! Они просто... Они реально там с ума посходили! Сколько можно, блин! То есть, понимаете, меня заставляют тупо дрочить сюжет! Тупо дрочить! То есть, не сюжет, а дом задания, чтобы играть дальше! Это жесть! То есть, понимаете, на там, не знаю, минут 10-15 сюжета я сижу час-полтора, дрочу! О, Сайтома! Учитель Сайтома! Похоже, все сложилось нормально! На, держи-ка! Посадь, что он ему дал? Это... Надеюсь, он не свои поношенные трусики дал! На память! За то, что ты вырастил отличного героя! В оригинале такого нет! А даже озвучки из этого, видимо, нет! Откуда это у вас учитель? Так у вас... Что у него? Что он дал? Из хватайки в торговом центре! Всего 200 иен! Из хватайки, блин! Ну, ладно! Я, кстати, играл в хватайки, а вы играли? Вот, знаете, где плюшевых игрушек можно ловить? Я в детстве даже влавливал! Я буду хранить это как семейную реликвию! Сложно было, а? Вот бы мне тоже устроить Геннусу выпуск! Я понял это! Успехи ученика, радость для учителя! Чё? Я должен расти над собой, чтобы приносить вам такую же радость, учитель! А, ну да! Не, ну, кстати, это правда! Я продолжу тренироваться! Работа учителем с новой силой разожгла огонь моей ученической страсти! И он совсем не изменился! Мне было бы приятно, если бы я обучил кого-то заниматься Ютубом, и они бы потом стали популярными! Мне бы было очень приятно! Для меня это было бы круто! Так что я... И мысль правильная! Дорог минут спустя... Так, орлики, всё, пора... Так, почему... Ладно, найти террористов, которые прячутся в закрытой зоне! Теперь, ну, это обычное задание, но почему-то помечено иначе! Ладно! Возможно, возможно, есть некий подвох! Сейчас мы это узнаем! Или не узнаем? Слушай, а у них не пробивается защита! Что же это за пиздец-то такое? Спустя час... Чё-то возьми, я думаю... Спустя час! Целый час сидел, долбился, долбился! Лучше бы читы скачал! Потому что... Слушай, этот бой, он очень жёсткий! То есть, я... За него и дают много, но он жёсткий, он сюжетный! Чёрт, и в чём вы пользуетесь для сюжета, я так и не понял! Вот ничего не произошло! И в чём был прикол? То, что я выполнил это задание... А-а-а! Прикол в том, что я должен повысить уровень вклада на ещё 3-100! Ребят, вы там... Что они долбили? Ну, то есть, меня заставляют выполнять какую-то высокоуровневую миссию! Чтобы что? Чтобы потом сказать, выполни ещё? Я не понимаю... Так, я... О-о-о! Что-то происходит! Срочный сбор героев класса С! Нам сообщают, что в штабе Содружества героев сейчас проходит срочное собрание героев класса С! Никогда такого не было и вот! Скорее всего, надевает что-то очень серьёзное! Концовка игры, например! Видите? Опа! Евген опять смог! И... Окей, я скажу честно! Я что-то и поставил, потому что это уже нереально! То есть... Понимаете? Игра уже требует просто бред! Она требует, что просто ещё играй! Ещё играй! Никакого сюжета! Ничего! Просто вот долби меня вообще во всё! И делай, что хочешь, но получи эти очки! Я подумал, ну нахрен! Я хочу узнать, чем эта игра хочется! Я здесь ради сюжета! И как я понимаю, вот он! Мы добрались! Ну, пока мы добрались до огручного экрана! Я, конечно, люблю чёрные экраны, но... А, здорово! Давно не виделись! Наконец-то же сайтом! Хочешь сказать спасибо за спасение от этой твари? Или тебя там не было? А, не парься! Блин, всё это можно было просто вырезать и сразу перейти к вот этой штуке! К вот этому моменту! Мастер, пора идти, а то опоздаем! А, точно! А, спрашиваешь, куда мы идём? Мы с Геннусом собрались в Додзио к старине бабаху! Знаешь, он в старине бабаху с прибабахом? Старина бабах! А, что хочешь с нами? В смысле... Учитель сайта! Мы очень занятой человек! Не тревожь его! По пустякам! А, чего нет-то? Мне пофиг! Мне пофиг! Я понял вас! Сайты, идём! Слушай, Геннус всё-таки очень так ревниво относится к нашим взаимоотношениям, что не может не... Сайта моя компания слушает обоих искусствах Додзио с седого клыка. Очевидно, предложение старика не вдохновляет ни сайта, ни Геннус. А я, типа, сижу сзади? Пара Чаранка, ученик седого клыка, расписывал... Что он расписывал? А, мне нажимать нет. Величие своего учителя равнодушной парочки. То есть это концовка игры? Текст на квинофоне картинки? Додзио врывается служащей Содружества Героев. Он явно чем-то очень взволнован. Оказывается, Серебряного Клыка ждут в штабе. Все герои в классе вызывают на срочное совещание. Так Геннуса тоже. Седой Клык оставляет Чаранка присматривать за Додзио, а сам сразу же отправляется в штаб Содружества. Вот она, концовочка. Геннус, как Герой класса С, тоже должен ехать и просит Сайтомо присоединиться. Я отключу, пожалуй, читы. Сайтомо соглашается. Ну, дела все равно никаких нет. Ну, чтобы концовка честная была. После чего поворачивается к вам и говорит, давай с нами. Вы охотно отправляетесь за Сайтомо и Геннусом. Потому что можете. Герои класса С сидят в темном помещении штаба, целиком отделанном сталью. Сразу появляется Ситч. Он должен изложить суть дела. Особенно мне нравится мальчик слева, который такой с конфеткой сидит. Мы его знаем, он с рюкзаком. Оказывается, предсказательство Шибабура предсказывает катастрофу и атаки монстров со 100% точностью. Либо она проплачивает монстрам, чтобы они атаковали. Она мертва. Но всех страшить даже нет, а слова ее последнего пророчества. Что же это было? Внучка Ванги нагадала. Земле кранты. Классное пророчество. Старуха предсказала множество опасностей. Жуткие наводнения, сильнейшие землетрясения, нашествие опасных чудовищ. Она не предсказала то, что Ван Пачман всех победит. Но никогда прежде она не использовала слова кранты. Что-то сюжет становится лучше. Почему это у человека такой огромный нос? Это просто нос свинки Пеппы. Сичи поясняет, в течение полугода должна произойти некая катастрофа. Более серьезная, чем угроза уровня дракон. Когда он замолкает здание штаба Содружества Героев, сотрясает удар. Похоже, Земле действительно кранты. Орлы, было приятно познакомиться на Земле кранты. Все небо на штабах закрывается неимоверным космическим кораблем. В одно мгновение уничтоживший город А. Герои Земли немедленно отправляются на встречу с новым врагом. И здесь начинается платное DLC, да? За которое надо платить. Ну, это было бы, кстати, очень забавно, если бы дальше появлялась надпись You want to play the story today, you gotta pay money. Я бегу, это я! Это я! И там еще какой-то чувак в флаще. Ой, еще какая-то телка. Ситуация критическая. Громадный корабль пришельцев уничтожил весь город. Ваша задача проекнуть на борт вражеского корабля и собрать данные для нашего удара. Слушай, даже мой кактус в квартире убил! Пиздец, за кактус ответят. Думаю, очевидно, что здание крайне опасное. Сейчас все наши силы брошены на защиту, и только вам мы можем давить работную корабль. Как представлю, что кактус у меня дома разъебан, как и мой столик, который мне дали бесплатно. Слезы наворачиваются. Но все-таки надеемся, что вы справитесь. Удачи вам, гей-рой. Сейчас все зависит от вас. Самая длинная игра в истории человечества. One Punch Man. Все эти японские игры почему-то, они... Я не знаю, зачем так сильно затягивать игры. Ну, сделайте просто straight forward игру, чистый сюжет, все. Больше ничего не надо. И бои опциональны, если кому-то это надо. Вот как в Jump Force. Хотя там тоже качаться надо было. Потому что если ты не качаешься, ты пройти не можешь. Но это как бы немножко другая проблема. Ты куда это? Куда это, чувак? Убивать корабль пришельцев? А ты думал, куда я иду? Ты туда? Это слишком опасно! Нет, это норм. Я здесь помочь не смогу. Только... Только что? Постарайся, чтобы тебя не убили. Мне кажется, он уже просто пытается подбить клини и начать встречаться с Елизаветой. Но я осуждаю подобное. Так. К пришельцам. Чудовище крушат город. Такого никогда еще не было. А, типа, водяные это не... Это не... Ну, хотели бы выжить в мире орлы, где постоянно крушат ваш город. То пришельцы, то орлы, то водяные. Тут царь Салтан, блин, и его 33 богатыря. Почему у тебя мишка приклеен к плечу? В чем прикол? Усюка. С нифига сели прикон! Зачем ему столько глаз? Он плохо видит? Очередные слабаки жаждут смерти. Очень хорошо. Хе-хе. Ну, хватит. А зачем ему, кстати, еще столько зубов? Ну, короче, сделали Мицельгард. Вот, вот это контент. Победить всех врагов. Евген будет сейчас побеждать Мицельгарда. Без щитов, орлы. Играем без щитов сейчас. Он просто держит руки в твоей позе, типа, нет. Атака медленная, можно отбить. Ладно, беру слово назад. Как думаете, его реально победить? Лови! Я очень сильно оттачиваюсь на бои и не комментирую. Я всегда за это себя немножко не любил. Потому что я был такой, блин, во время боя, наверное, надо говорить что-то эпичное, а не просто сидеть такой с каменным лицом, типа... Это жесть. Это просто, я не понимаю. Ну да ладно. Сейчас вон патч вон прилетит. Да жив он, жив. Они слабаки кругом. Это все, что ли? Это начало вашего конца. О! А, это не он, не ты. Не вон патч вон. Обидно. Кстати, мы с ним еще не... Так, здоровье врага стал в ниже свести. Ой, он стал злой. Орлики, бей, он злой. Нинза, давай острый флэш ему сделай. Так, ему пих, ясно. Мицельгарду пих, но зато атомного самураза здоровьем, все хорошо. То есть, его вроде побили, а ему пих. В принципе-то. Защита пробита, а можно пизель. Ай, это как так-то? Когда-то уклонился от тварина. Так, бамбуковая щепка. Давай атаку, атакуй его. Вот. Осталось еще сколько-то процентов, и мы, считай, победили. Нет, нет, чел. Меня иногда напрягает, вот в аниме файтингах, это управление, которое, ну, как сказать, немножко медленное местами. Например, тебя повалили, и ты ничего не можешь сделать. Или, вай, ты прожимаешь атаку, а она не прожимается. Думаю, что это только меткие проблемы. Ай! Кстати, а в шоу на атомный? В чем... Э, а как вот это? Вот это как работает? Он просто прошел сквозь мою атаку. Это жесть. Я даже сделать ничего не успел. Че, тут еще край карты этот дурацкий. Я тут даже, я отойти даже не могу никуда. Время вышло? Ну, ну, норм, мы победили или... Блядь, нет. Я стал больше материться, потому что эта игра меня бесит, но, как бы, я хочу ее пройти, понимаете? Ну, не бросают игры, когда-то там 95% прошел, и это называется упорство. Это называется упорство. Ты идешь до конца, ты не бросаешь что-то на... что сделано на 95%. Выходит, даже на этой планетке есть кто-то, кто способен со мной сразиться. Ну, попробуйте нас остановить. На планетке, говоришь? Так ты из космоса, и в этой посудине сидят твои приятели? Постой, почему он один вышел, а не сразу с армией? Мне казалось, для захвата планеты это лучше работает. Атомный самураи, мы тебя... мы тебя подсобьем. Тебе есть чем заняться. Есть чем? Дуй давай. А чем? Чем заняться? Что ты хочешь? Ты ж гата, ты наш город разрушил? Хе-хе. А если я, то что, а? Ты что со мной теперь сделаешь? Игра вылетела? Или нет? Я там еще за фрес прекрасных юношей, что ты убил? Так, видеокарта сгорела, ребят, я даже не знаю, что будете видеть на записи, но все, это смерть видеокарты. Да, ну это здоровенная фигура, ну и куда ни делось. Я ничего, если что, ничего не вырезал, у меня катсцена включилась сама. И что будем делать, если малявка ее не собьет? Очень странная игра, у меня какие-то файтинги пропустились сами. Выходит, все зависит от малявки. А что меня зовут малявкой? Я вообще не понял, что произошло, то есть у меня половина, вот по идее, мы должны были, наверное, драться за этих чуваков, смотреть, как они раздербанят тварь, но у меня этого просто не было, просто у меня это отсутствовало, я не знаю, как это работает. То есть у меня залагало, а теперь этого просто не было. Я не понимаю, слушай, нет, ну эта игра реально, это шлак, это просто, это просто понос какой-то, это ужас, вот именно под конец, я это скажу, до этого я ее оправдал, всю игру, я был такой, ну может быть она хорошая, но нет, когда они дают тебе кучу заданий, то есть заставляют тебя выполнить кучу однотипных боев, и потом дают концовку, которая лагает и даже нормально не может отыграться, это пиздец. И это стоит 4000 рублей на PlayStation 4, если не все 4500. Эй, ты, завещание написали? Ванкранты! А, это лоль. Опять в этой позе. Это нацука, слушай, это нацука 10 лет спустя. Что? О, да этот кораб... Да я этот корабль одна порву, а вы, слабаки, лучше уйдите с дороги. Ну да корви, я что, против? Что это было? А, ты собираешься влезть в эту штуку и посмотреть, как ее сбить изнутри? ты совсем... ты совсем... тебя седой клык попросил? А если стоит, тебе скажет, с крыши прыгает, тоже пойдешь прыгать? Слушай, это жесть, а не перевод. Нет, в хорошем смысле, в данном случае. Ужасная боль! Ну ладно, я тебя заброшу в эту консерву. Хочешь сдохнуть? Нет проблем. Почему у нее так сильно видно ноги? То есть, спереди это не так бы остается в глаза, но... то есть, мы еще внутри повоюем? Забавно. Ладно, этого я не ожидал. Я ожидал всего, кроме этого. Аван Патчман где? Он будет разбираться, как ситуация? Это будут новые локации? Как это будет выглядеть? А, это просто катсцена. Ну ладно. Чувствую, будет файт. И что? Что произошло? А, мы походу главного злодея встретили. Ну привет. Все мои подданные повержены тобой. Я барон, предводитель шайки мрачных воров, лидер темной материи, великие помазания космоса. Хорошо, что не божий. И так уж вышло, что мне ужасно скучно. Покажи мне свою силу. Возможно, это меня развеселит. Ну, наконец-то новый дизайн перса. А, здоровье врага стало ниже 90. Окей. То есть, он очень силен, и лучше с ним не пытаться мутить. Попробуем. Мы попробуем старый добрый метод под названием Я торнадо запущу и посмотрю, что это даст. Да что ж такое-то? Я подбегать не успеваю, просто с другими способностями например, когда я был с этими жесткими руками и выпускал из них лучи, как Тони Старк. Там было по-другому и даже чуть попроще. Лови. Черт возьми. Как же тебе повезло. Метр в сторону и ты бы получил урон. Все, победа. Да, сделали. Все из-за метеорит. Спасибо. Спасибо, мать природа. Космос, ты нас балуешь. Но мы все равно проиграли. Какая глупость. Довольно. Готовься к смерти. А, ну типа, а вы что хотели? Что тут мы стали сейчас встречаться? Просто один удар минус космический захвачек. Он жив? Он жив! Пиздец! Отлично. С тобой все не так просто. Но теперь я покажу свою истинную силу. Серьезно? Кто-то не... Ладно. Давай сразись со мной. Придай смысл моему существованию. Я здесь только за этим. Блин, ну с сайтом что же смысл? Он ищет противника. Достойного. Ну как бы не ищет, но он хотел ведь найти. Он жаловался. Что все с одного удара умирают. Ну сейчас посмотрим. Так, поведи всех врагов. Я хочу использовать принуждение к правосудию. Сейчас он зарядится, орлы. Чуть-чуть, чуть-чуть вставать. Я не понял. Не почувствовал, что ли? А, все-таки... Окей. Это если что, я не читы включил. Ван Патчман сам. У него читы. Четы в игре в принципе можно называть режимом Ван Патчмана. Так, а где... Опять мне отдуваться? А, он ему... А, он его ну сбил. Ох, из космоса. Ох. Не задержать дыхание. Вот урод. Не пойму, что это за континент. Это же почти настоящая драка. А если я прыгну? Ну, нет, гравитация слабее. Луна какая-то маленькая. Вот и проверим. Мне кажется, и с луны, и земля, и земля, и земля не так видно. Но он астероид, походу, кинул. Понимаете, включился все. Вот я слишком умный, у меня включается это научный мозг, и начинается. Я начинаю анализировать, то, что анализировать не нужно, в принципе. Ну что, мы драться будем? А, нет, он вернулся. И хорошо, я драться не хотел. Заван патчман интереснее. Он охренел, но так, надо сделать серьезное лицо. Ух, он аж побелел от злости. Олики, бей. Вот так, вот это по красоте. Все, тебе хватило? Я что, проиграл? О, вау. Ничего себе, ты не отрубился. Ну, ты сильный. То есть, с сайтами пик, что это пришелец? Из другого мира, ясновидящая не ошиблась. Это был сложный бой. Несновидящая? А он откуда про нее знает? Да уж. Конечно. Врешь. Ты даже не напрягся. У меня не было ни шанса. Это и боем ты не назовешь. А все пророчества. Ты просто слишком силен. Так, может быть, скажем, подожди, пожалуйста. Пойдем вдвоем, мне как-то одному страшно. Тут эти инопланетные, инопланетная дичь разгуливает, и мне немножко некомфортно. Надеюсь, игра не будет просить меня получить ранг S. Если она попросит, я выкину монитор в окно. Ну да ладно, ну да ладно, как я понимаю, контент пошел, да? Мы наконец-то получили вожделенную концовку. Мицельгард, новый персонаж. Борос. Ну, два хотя бы персонажа с около оригинальным дизайном. Отличная работа. Мы пытаемся попросить героя класса перенаправить вас на космический корабль. Но сейчас тут герой с кем-то сражается и на вызов не отвечает. Мы пытаемся с ним связаться. Пожалуйста, подождите еще немного. Окей, я подожду. Так, что-то оно очень стрёмно выглядит. Мы беспонечно вам признать, в аниме такое было? Такой герой, как вы, наш надежда и опора, поэтому мы хотим, чтобы вы знали. Содружество героя всегда и во всем готовы вас поддержать. Слушай, в аниме это все выглядело круче. В игре это выглядит максимально дешево. Мы отлично понимаем, что мы очень устали от расследований. Да-да, хорошо. Отправляйтесь в центральный район. Ну, меня уже сюда кинули. Отправляйтесь в заброшенный район. Хорошо. Давай посмотрим, что там. Что в заброшенном районе? Что игра от меня хочет? Она хочет ту самую концовку. Я просто, ну, немножко видел концовку и, ну, это я себе не проспойлерил. Я не знал, что мы будем на космическом корабле. Просто гуляю по своему району. Митина, Москва, Россия. О! И вижу ван панч. А, снова ты? Что, как? Как настроение? Лайк, подписка, да? Хочешь меня о чем-то попросить? Че? Дружеский бой? Да ладно? Какой в этом, в этом смысл? Мда, что всем так уперывать со мной подраться? Ты почтешь, что за честь? Это странно. Ну ладно, сделаем мы так, что ли, сейчас встречаемся? Может, это судьба? Слушайте, я знаю, что я попробую дружеский бой, слышишь? Не в полную силу. Давай подеремся, он только один раз, ладно? Ну а я больше не смогу, потому что я не встану. Сначала пойдем куда-нибудь я посвободнее. Орлу, у меня идея, у меня же читы стоят на втором мониторе. То есть я, давайте я сейчас включил читы, режим ван панчмана. Что будет, если я ударю ван панчмана с читами, которые, ну по идее, позволяют победить любого за один удар. Если ван панчман позволит себя ударить, но не факт, что он позволит. Давайте попробуем, мне интересно, что будет, если... Его зашибись. Говори, когда начать. Паркинг почти закончил. Попробуй меня, пожалуйста. Ну вы видели, победить ван панчмана можно. Это можно сделать. Я сказал, что он на распродаже убегает. То есть его можно победить считами. То есть в игре есть в принципе возможность победить ван панчмана. Жрать охота. Пойдем удон жуем. Так как? Блин, это прикол. Интересно, а можно устроить спарринг-бой? Ну я такой, возможно, ты тут не видел. Ван панчмана против ван панчмана. Что такое? Ты что, удон не любишь? Все любят удон? Да, я люблю удон и удон карбонара. Охрененно из майбокса. Так он почему-то из меню пропал. Или не пропал. Слушай, я бы съел сегодня удон, блин. Я бы съел реально удон карбонара, потому что я карбонару не ел 150 лет. Ну блин, я победил сайтом, вы это видели? Это жесть. Это жесть. Сайтом можно победить. Я, наверное, выпущу отдельное видео. И все, это типа конец сюжета, что сайтом дал пизды какому-то ноунейму или ноунейм дал пизды, там, смотря как смотреть. И все. Орлы отмучились, отмучились. Просто многим игра не понравилась. Я не думаю, что найдется хоть один человек, который скажет, это хорошая игра, Евген, зачем? Ну типа, зачем о ней плохо говорить? Это ужасная игра. Это отвратительная игра. Не оригинального сюжета, это ни теми нет, ни траха валетом. Ничего нету. То есть это, я не знаю, даже стыдно немножко, что тут написано столько студий, которые ее делали. Что они делали? Я не понимаю. Вставки из аниме какие-то. Ребят, ну, сделали бы оригинальную игру с оригинальным сюжетом вставили в нее One Punch Man. Вот это было бы круто. Было бы круто, если бы мы играли за One Punch Man, но нет. Для фанатов окей. То есть, как фанатская игра, чисто для адских фанатов One Punch Man, которые с люнями текут, окей. Это окей игра. Но для всех остальных, для нормальных людей, ладно, я только что обозвал фанатов ненормальными. В общем, для обычного среднестатистического Ивана из Гедоновки, нет. Это просто нет, просто не надо, просто уберите это. Я не понимаю, как эта игра может продаваться за цену полноценной нормальной игры. Это первое. И второе, второго нет, просто это ужас. Это ужас. Я не знаю, даже немножко жалко сейчас, когда я прошел игру, все то время, что я потратил, а потратил на игру часов 10-12 и, нет, ну меньше, 8 точно, 8-10 часов. Мне просто жалко это время. Просто жалко, я понимаю, что я могу сделать что-то крутое, сделать что-то интересное, но вместо этого я надеялся, ну вначале мне нравилось, вначале реально было весело, когда ты что-то еще новое изучаешь, но в конце игра превращается в симулятор гринда, это пиздец, это просто ужас какой-то. Ладно, орлы, что я могу сказать? Сейчас посмотрим, что будет после титров. Момент истины, увидели мы еще какую-нибудь концовку или кат-сцены или еще что-то, но в конце игры они просто включают вот это кадры из аниме с дотзё, это было... Так, можно выбрать пол, открыт новый тип боя, чудовище и сгусток энергии. Доска сообщений. Не, ну все, понятно, то есть можно допчики попроходить, но в принципе это все. А это кто? Блин, космический маньяк, я подумал, что это ван панчман. Ну в принципе это все, тут все понятно, это жесть, это просто идите нафиг, а вот это что с кубком? Это отличие? Ааа, окей. Я думал, тут где-то можно активировать бои один на один или типа такого. Я не знаю, просто тут есть ли в игре такое, что ну не просто мультиплеерные бои, а именно синглплеерные один на один. Я вот это пока это так и не понял. Но возможно я просто тупой. Ладно. Орлы, все, все, давайте закончим. Игру прошли, мы молодцы. Всем спасибо, все свободны. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok